Женское здоровье – это сегодня очень ключевой момент в нашей современной жизни. И женский организм, он более восприимчив к стрессам, к стрессам эмоциональным, к стрессам экологическим, к стрессам электромагнитным. Женщине присуще в большей степени, чем мужчине, душевные переживания. И, естественно, все эти факторы отражаются на наше здоровье. И наше с вами обязательное условие – знать о себе больше, чем нам рассказывали родители в школе. Знать, почему, что является причиной возникновения у нас наших множества, множества гинекологических заболеваний. И самое главное – понимать, что все эти болезни можно предупредить. И мы сегодня с вами имеем прекрасную возможность, потому что у нас есть такой замечательный продукт, который работает по сравнению с классическими БАДами намного быстрее. И он действительно дает нам уникальную сегодня возможность справиться даже с хроническими болезнями. Так как он работает комплексно, он работает системно, он позволяет нам воздействовать сразу на все основные причины, которые приводят к болезням. И, имея сегодня такой продукт, мы имеем все шансы абсолютно избавиться от уже имеющихся болезней. И самое главное – предупредить возникновение у наших дочерей, внучек, племянниц, вообще у всех женщин на нашей планете. Поэтому наша с вами задача сегодня – понять, откуда идут корни всех заболеваний женских. И эту информацию применить к себе и, конечно же, эту информацию передать дальше. Для того, чтобы помочь огромному количеству женщин сегодня справиться с теми болезнями, которые у них есть, к сожалению, намного больше, чем у мужчин. То, что касается репродуктивной системы. И так как я уже сказала, мы более восприимчивы к ситуации стрессовой, в которой сегодня живет все современное человечество, мы более восприимчивы. И, конечно, страдать мы начинаем в достаточно молодом возрасте. Но что нам необходимо понимать? Нам необходимо понимать, что у женщины есть пять периодов основных в ее жизни. Это половое созревание, это, конечно, период беременности, послеродовое состояние. И затем, конечно, это климакс или менопауза. И вот эти все периоды в жизни человека, в жизни женщины, они, конечно, сопровождаются определенными процессами. И вот наша с вами задача вовремя узнать о том, что в организме произошел какой-то сбой. И именно в эти периоды как раз организм на это и указывает. И поэтому сегодня я вам расскажу эту информацию, которая, я думаю, поможет огромному количеству женщин уже в раннем периоде, даже в период пубертатном, в период полового созревания, уже оценить ситуацию. И если есть какие-то нарушения, очень быстро скорректировать с помощью наших дрожжей замечательных, быстро эту ситуацию откорректировать, чтобы не допустить уже потом образование или формирование более серьезных болезней, с которыми мы сегодня сталкиваемся с вами в зрелом возрасте во множественном количестве. Это всевозможные доброкачественные миомы, фибромиомы, кисты и хронические воспалительные процессы, яичников и матки и так далее. Это эндометриозы, то есть диагнозы и мастопатии в том числе, то есть диагнозов великое множество. И мы сегодня будем с вами разбираться, где же находится этот пусковой крючок, пусковой механизм, который запускает все эти сначала как бы нарушения внутри, а затем уже и формирование диагнозов. И все у нас с вами начинается именно в период полового созревания, когда у нас начинается первый менструальный цикл, менархия это называется. И это действительно является таким центральным событием в жизни женщины и в период полового созревания. И нам надо понимать, какие отклонения могут быть, что есть норма и какие отклонения могут быть, на которые надо реагировать очень быстро. Нормой нормой считается, если менархия появилась в период с 12 до 14 лет. Если это происходит в возрасте до 12 лет, то впоследствии врачи, гинекологи или гинекологи, эндокринологи рекомендуют обязательно проходить тестирование на рак молочной железы. Потому что раннее созревание объясняется повышенным уровнем эстрогена, который с одной стороны вызывает раннюю менархию, раннюю менструацию, а с другой повышает риск рака молочной железы. И статистика действительно показывает, что такие женщины имеют почти на 40% выше вероятность раковых опухолей. Также слишком раннее наступление первых красных дней или наоборот излишне позднее, по мнению экспертов, может стать причиной или сигналом, это как бы риск, повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. А вот если месячные появляются до 9 лет, то с уверенностью можно говорить о ранней деятельности яичников, гипофиза и гипоталамуса, а в некоторых случаях и о развитии гормонально зависимой опухоли яичника или головного мозга. Поэтому ранние менархия становятся поводом срочно реагировать, срочно реагировать и убирать причину. И что мы должны понимать, откуда берутся женские болезни? Ну, я пропустила, конечно, а чем регулировать, например, нарушение или отклонение в менархии? Чем регулировать? И есть два продукта, которые это делают прекрасно. Это брейн и гроу. Почему брейн и почему гроу, вы дальше это поймете, потому что я как раз буду сейчас более подробно об этом рассказывать. Все женские заболевания начинаются с головы. Гипоталама, гипофизарная система, находится, естественно, в головном мозге. Но гипофиз, он защищен еще и дополнительно. И это место называется турецкое седло. Очень многие женщины, у которых действительно есть проблемы с гормональным дисбалансом. И когда врач действительно продвинутый, обученный, который идет в ногу со временем по информации, он однозначно направит на обследование именно гипоталама, гипофизарной системы. И именно функциональное состояние турецкого седла, вот именно этот участок, он очень важен, потому что именно он управляет всей структурой половых органов. И нарушение в гипоталама, гипофизарной системе как раз и формирует эндокринную патологию и в частности гормональную регуляцию. Поэтому все гормональные сбои, гормональные дисбалансы, пусковой крючок находятся в голове, то есть в гипоталама, гипофизарной системе. Этот центр управляет всеми эндокринными органами периферической регуляции. И соответственно уровень гормонов зависит от работы этой системы. Главный орган, главный орган у женщины это яичники. И гипоталама, гипофизарная система вырабатывает специальные гормоны, которые называются гонадотропные гормоны. Они отдают команду на начало работы. Функция этих гормонов начинает формироваться с пяти лет. С семи лет у девочек начинают увеличиваться и формироваться яичники, в которых присутствуют эмбриональные яйцеклетки. И около двух с половиной миллионов. С течением жизни они начинают расходоваться. И сейчас, конечно, очень многие говорят о продолжительности жизни. Всех интересует, а сколько может прожить человек. И геронтологи сейчас очень активно занимаются исследованием как раз эмбриональных клеток женщины. Потому что природа просто так. Лишнего ничего не создает. И если девочка рождается с двумя с половинами миллионов эмбриональных яйцеклеток, соответственно, ее организм механически рассчитан на два миллиона овуляций. Представляете цифру? Два миллиона. А овуляция у нас один раз в месяц. На какое количество овуляций рассчитан эмбриональный запас женщин? И все посчитали. И пришли к числу 400-500 лет. И, естественно, когда эти цифры появились, все вспомнили, а что пишется в Библии. Какой возраст люди проживали. К половому, к определенному времени происходит половое созревание. Первая менструация, это менархия, да, о которой мы говорили. Выход из созревания первой половой клетки. Норма еще раз с 11 до 13 лет. Это надо запомнить. И если процесс не произошел до 13 лет, надо искать патологию. Где? В гипоталамо-гипофизарной системе. И очень часто, когда врач правильно ищет причину, и первое, что обследуется, это работа гипоталамо-гипофизарной системы, естественно, что выясняется. Яичники. Либо их нет, либо они атрофированы. Или идет нарушение работы гипофиза, то есть гипоталамо-гипофизарная система. Или не дорабатывает. Или наоборот работает избыточно активно. То есть есть нарушение функциональное. А у нас с вами есть такая проблема по жизни. Конечно, это и родовые травмы, это черепно-мозговые травмы в подростковом возрасте. То есть это часто очень случается у детей. И посттравматические синдромы, как следствие, может, естественно, давать нарушение работы в гипоталамо-гипофизарной системе. Это мой пример, потому что в свое время у меня была очень сильная черепно-мозговая травма со смещением в шейном отделе позвоночника. И сильнейшая черепно-мозговая травма. И после этого у меня буквально через полгода начался сбой именно в менструальном цикле. Поэтому эти вещи тоже надо учитывать. И если это произошло после черепно-мозговой травмы, и она не обязательно может быть слишком травматичная, но болезненная во всяком случае, то однозначно, если через какое-то время у вас происходит какой-то сбой, это может быть у детей, то есть с задержкой первого менструального цикла. Или затем, когда уже цикл менструальный сформировался, но после черепно-мозговой травмы пошло нарушение, то, конечно, гипоталамо-гипофизарная система – это очень важно исследовать именно этот участок для того, чтобы понять, что там нет проблем именно в работе гипофиза, гипоталамуса, эпифиза. Потому что если нарушена выработка гонадотропного гормона, то, соответственно, идет задержка в половом развитии. Поэтому первый сигнал – это или ранние месячные, или поздние месячные. Это очень важный сигнал, который мы должны с вами знать и дальше эту информацию однозначно рассказывать. Гипофиз управляет надпочечниками. Гипофиз выделяет адренокартикотропный гормон. И только после этого надпочечники начинают выделять свои гормоны. И для нас, для того, чтобы оценить ситуацию риска для женщин, нам очень важен такой гормон, как тестостерон. Потому что тестостерон, как я говорила, когда проводила вебинар о мужском здоровье, тестостерон – это агрессия. И если мы видим, что у женщины появилась агрессия, появились мужские черты характера, мы должны понимать, что это связано с усилением секреции тестостерона, а значит, нарушение функции гипофиза. Но это один гормон – тестостерон, но вот его симптоматика, она очень ярко проявляется. И поэтому даже себя можно в какой-то период своей жизни оценить, свое именно состояние психоэмоциональное. Но самыми важными для женщин являются гонадотропные гормоны. И первый – это фолликулостимулирующий гормон, который усиливает формирование яйцеклетки. Наши яичники, они работают четко. Природа, природа задала эту программу. Они, если здоровы, если процессы в гипоталамогипофизарной системе проходят нормально, то в норме они работать должны попеременно. И одно из нарушений в работе яичников, кстати, очень часто встречающиеся, это когда один начинает работать чаще и больше. То есть из одного происходит 10 овуляций, а из другого – 3. Соответственно, один будет перегружен, а другой будет недорабатывать. Гормон ФСГ – это тот гормон, который формирует первую фазу женского цикла. Мы позже об этом поговорим, потому что нам надо понимать, что такое циклы женские, тогда, когда женщина менструирует еще. Второй гормон – это лютеинизирующий гормон, это гонадотропин. О нем мы тоже поговорим немножко позже. Также очень важен для нас – это териотропный гормон, ТТГ, который все знают, у кого есть проблемы со щитовидной железой. Но, опять-таки, мы должны понимать этот гормон, который вырабатывает гипофиз. И именно он формирует работу щитовидной железы, функцию щитовидной железы. И есть еще один очень важный гормон – пролактин, лактотропный гормон гипофиза, или пролактин, который управляет функцией молочных желез. И вот именно избыток пролактина у женщины, когда она сдает гормоны, это тоже очень часто встречающаяся проблема. Вот чтобы вы понимали, что чтобы устранить причину, надо с каким органом работать? С головой. То есть именно там есть проблема с нарушением функции гипофиза. И поэтому пролактин идет в избытке. А нам всем говорят, что это всегда риск рака молочной железы. Вот эти гормоны для нас очень важные, для нашего женского организма. И самое главное, для всех наших женских болезней. Будут, сформируются они в нашем организме или не сформируются они в нашем организме. Цикличность – это основа здоровья женщины. Именно женщины менструирующие – это основа здоровья. Месячный цикл. И вот беда очень многих женщин, которые не следят за своим циклом. Не следят. И когда спросишь, хорошо, у тебя первая фаза, сколько дней проходит? А я не знаю. Вот как проходит, так и проходит. А ведь это опять-таки после начала месячных это очень важный фактор, по которому оценивается именно есть ли у нас какой-то гормональный сбой в организме или нет. Поэтому первый цикл, первый день месячных и до следующего первого дня это считается цикл. Как правило, продолжительность 28 суток, то есть один лунный месяц. И первый цикл длится 13 дней. И на 14 дней происходит овуляция. Те женщины, которые следят за этим, они это прекрасно знают. То есть, кто не знает, что такое овуляция, это когда яйцеклетка созрела и готова к оплодотворению. Живет она сутки. Потом она погибает. И биологические часы переключаются. И через сутки наступает вторая фаза. И если беременность не произошла, организм подготавливает все для уборки. Первое, на что надо обращать женщине, менструирующей. Первое, на что надо обращать внимание, на количество дней. В норме отклонение от 28 на 1 день 27 или 29 это норма. Если уже нарушение идет на двое суток, 26 или 30 или на трое суток, 24 или 32, это серьезное нарушение циклической функции. И это нарушение нуждается в очень быстрой регуляции. И наш вопрос, который мы, когда к нам обращаются, например, с жалобами женщины, что вот у меня есть вот такие диагнозы, гинекологические проблемы, мы должны обязательно задать вопрос. Скажи, пожалуйста, какой у тебя цикл? Сколько дней? Если она не знает, значит, надо попросить ее, чтобы она зафиксировала это, потому что это очень важно в первую очередь для ее же здоровья, для того, чтобы нам понимать, как нам помочь в данном случае. Что происходит в это время в матке? Это тоже нам важно понимать, потому что очень многие женщины, когда приходит вторая фаза, они, не понимая, что такое генеральная уборка после первой фазы, начинают паниковать, бежать к докторам, что-то себе придумывать и надумывать. И вот нам надо понимать, что генеральная уборка во вторую фазу, как она будет происходить, чтобы понимать, что это нормально, что это физиологично. в первую фазу, когда яйцеклетка созревает, в матке начинает формироваться внутренний слой эндометрий. Для того, чтобы яйцеклетка смогла прикрепиться, если ей не будет, то есть некуда будет прикрепиться, беременность не наступит. Так матка подготавливается к беременности. И пришло время вот нам сейчас охарактеризовать первую фазу, первую фазу. Эта фаза анаболическая называется. И внимание, руководит этой фазой гормон ФСГ, который вырабатывает гипоталама, гипофизарная система. И именно этот гормон должен обеспечить не только созревание яйцеклетки, а также все функции подготовки беременности. И в том числе появление эндометрия, к которому прикрепиться должна яйцеклетка. А если гормона ФСГ вырабатывается недостаточно, значит эндометрия тоже будет в матке недостаточно. Значит яйцеклетки некуда будут прикрепяться. Поэтому причина бесплодия, то есть невынашивания, даже не бесплодия, а именно причина невозможности забеременеть у женщин. Почти в 70% случаев связано именно с этим, с недостаточной выработкой фолликулостимулирующего гормона. Первые 14 дней женский организм готовится к беременности и накапливает питательные вещества. И все эффекты анаболические анаболической фазы можно представить со знаком плюс. То есть как повышенный аппетит, повышенное настроение, дружелюбие к окружающим, счастье, ощущение счастья, эмоциональный фон повышен. И все внутренние факторы и обменные процессы настроены на то, чтобы в 14-й день принять мужчину. В эту фазу идет накопление ресурсов у женщин. И женщина может набрать 2-3 килограмма, и это нормально. И вот даже по эмоциональному состоянию в первой фазе мы можем с вами четко увидеть, а есть ли нарушения в работе гипоталамогипофизарной системы. Потому что если там нет нарушений, то все, что я перечислила, эта женщина будет переживать. Вот она будет в таком состоянии. Если есть проблемы, то, естественно, что-то из этого будет выпадать. То есть не будет ощущения счастья, не будет какая-то эмоционального такого подъема, тонуса, его просто не будет. Поэтому дальше даже по эмоциональному состоянию в первую фазу мы можем четко проследить, а есть ли, например, уже какие-то проблемы в работе гипоталамогипофизарной системы, что приведет к нарушению гормонального баланса или, конечно, может привести к нарушению даже вынашивания ребенка. После овуляции и после того, как яйцеклетка погибла, гормон ФСГ прекращает выделяться и здесь начинает формироваться желтое тело и оно вырабатывает второй гормон, главный гормон прогестерон. Если беременность не наступила, то этот гормон прогестерон будет подготавливать организм женщины к следующему циклу. А если беременность случилась, то он будет формировать обменные процессы всю беременность. И вот поэтому прогестерон называют гормоном беременности. А что мы видим в реальности сегодня? Почти у каждой четвертой молодой женщины идет недостаток прогестерона. А с чем это связано? С гормоном кортизола, с гормоном стресса. Вот взаимосвязь очень тесная возникает. Поэтому избыток кортизола у мужчин приводит к недостатку выработки тестостерона, у женщин к недостатку выработки прогестерона. Поэтому еще одна из причин и выкидышей, и бесплодия того же, или невынашивания, это дефицит прогестерона у женщины. Вторая фаза называется катаболическая фаза. Это фаза, когда надо убрать, когда надо все, что было подготовлено к беременности, надо убрать и закончить это должно все генеральной уборкой. И вот самое основное, это генеральная уборка должна пройти полноценно, а не на какой-то процент. Полноценно должна пройти. И в этой фазе действительно все процессы протекают со знаком минус. Аппетит здесь не нужен повышенный, то есть аппетита нет, кушать не хочется, снижается эмоциональный фон, появляется легкая депрессия, появляется плаксивость, появляется жалость к себе, повышенная сентиментальность. Это вторая фаза, и это нормальное психоэмоциональное состояние женщины во вторую фазу. Заканчивается фаза освобождением от ненужного эндометрия с кровотечением, с болью. И здесь тоже можно проследить, насколько гормональный какой-то фон может быть нарушен, насколько полноценно идет генеральная уборка, или все-таки наоборот, мы знаем, бывают скудные месячные, бывают очень обильные, бывают нормальные, и в норме женщина должна потерять 100-200 миллилитров крови. И поэтому еще очень важный сигнал для нас с вами, для женщин, это именно сам период месячных скудные, нормальные или обильные. То есть или скудные, или слишком обильные, это сигнал к действию, это сигнал к тому, что у нас что-то, особенно где в голове, опять-таки мы должны это запомнить, гипоталама, гипофизарная система, где-то произошел у нас сбой, потому что помимо черепно-мозговых травм, родовых травм, у нас может быть проблема с шейным отделом, с гипертонусом мышц, проблема с позвоночными артериями, то есть с кровоснабжением мозга, может быть нарушен приток или нарушен отток и опять-таки это связано может быть и с тем же стрессом, с перенапряжением, со спазмами и вот эти все как раз проблемы или эти процессы нарушенные, они будут и приводить в первую очередь к нарушению кровоснабжения, мозг недополучает крови, значит кислорода и питательных веществ и какие-то функции не будут полностью выполняться, при недостатке каком-то, при недостатке ресурсов невозможно, чтобы тот же мозг выполнял все функции на 100%, значит какие-то будут что жизненно важные, они будут происходить на 100%, а какие-то второстепенные, они уже естественно будут ущемляться, потому что ресурсов не хватает внутренних, не хватает питательных веществ, не хватает глюкозы, не хватает кислорода, это все, что поступает с кровью в наш мозг, поэтому по тому, какие у нас месячные, скудные или слишком мобильные или нормальные, поэтому это тоже четкий показатель того, что есть проблемы, и вот здесь на это надо реагировать, то есть это требует регуляции гипоталама, гипофизарной системы, так вот проблема современных женщин, это не знание своей физиологии, не отслеживание своей цикличности, они не знают сколько длится первая фаза, сколько длится вторая фаза, а это надо знать для того, чтобы потом не вырезали все, чтобы не делали гистероктомию, не выбрасывали все органы, чтобы не образовывались опухоли, вот это это начало, и это начало можно предупредить и не допустить тех процессов, о которых я вам рассказала, чем лечить вопрос, чем лечить, понятно, что если мы с вами уже, я несколько раз как бы сделала акцент гипоталама, гипофизарная система, брейн, это тот продукт, который для лечения всех женских болезней должен входить в программу, это касается и нарушения с первыми месячными, менархи, или слишком ранние, или слишком поздние, это касается и тогда, когда женщина уже менструирует, но у нее цикл нарушен, это касается и вообще второй фазы, да, когда генеральная уборка происходит неправильно, и это брейн, без этого продукта вылечить женские болезни невозможно, все болезни, которые касаются гормональной, гормональной стороны, гормонального баланса, конечно, надо сюда подключать гроу, это как источник полноценной, легко усваиваемых всех макро-микроэлементов, дефициты, чтобы компенсировать те дефициты, которые есть на сегодняшний день в организме женщины, а мы знаем, что современное питание не удовлетворяет наши потребности, и то, что я вижу каждый день у молодых женщин дефицит селена, дефицит цинка, дефицит витамина Е, дефицит мат, очень много дефицитов, и именно этот продукт, он компенсирует эти дефициты, потому что без, если их нет, то когда действительно будет сложно устранить именно ту первопричину, которая запускает все эти процессы формирования всех гинекологических заболеваний, ну и, конечно, женская формула, в этом случае нам женская формула нужна, но опять-таки не надо с женской формулой слишком фанатично ее использовать, для того, чтобы откорректировать работу выработки гормонов, основная программа это Brain и Grow Power это чистая ледпрофилактика, два дрожжей и все, это для того, чтобы питание давать яичникам, поэтому здесь усердствовать не надо основные Brain, Grow и Power следующее, так сказать, следующее из женских заболеваний разновидность это урогенитальные инфекции, это сегодня тоже очень и очень актуальная проблема, и здесь тоже очень много непонимания идет, но понятно у нас с вами, потому что все-таки люди очень долгое время в своей жизни целенаправленно были ориентированы на то, что твоими болезнями должен заниматься специалист, профессионал, да, это правильно, но к сожалению в нынешнее время сегодня наши профессионалы, которые занимаются узкой специализацией, они нам лечат локальные яичники, не учитывая гипоталамогипофизарную систему, поэтому, то есть вот эта узкая специализация, она не дает того результата, который мы ожидаем, то же самое касается урогенитальных инфекций, есть протоколы, по которым четко написано, какие надо лекарства назначать, чтобы, например, лечить хламидиоз, таксоплазмозы, кандидозы и так далее, есть урогенитальные инфекции свои родные, которые мы получили от мамы, потому что все, что было у мамы, пришло к нам, и только от нашего иммунитета, от его состояния будет зависеть, разгуляется она или она не разгуляется, и поэтому не все инфекции являются не все инфекции являются передаются половым путем, есть наши родные, с которыми мы родились, и в какой-то определенный период времени, когда у нас ослабляет иммунитет, пережитые стрессы, антибиотики, то есть все, да, все, что женщина переживает в своей жизни, и в какой-то период времени иммунная система истощается, и она не в состоянии противостоять своим же внутренним патогенам, с которыми она родилась, но они жили в какое-то время в симбиозе, и в этой ситуации это надо понимать, возьмем тот же горнолерез, или еколи, это кишечная инфекция вообще-то, да, и 90% циститов, это как раз связано с кишечной инфекцией, еколи, и причина это и аппендектомия, то есть дисбиозы кишечника, дисбактериозы, синдром дырявого кишечника, и поэтому урогенитальные инфекции, они могут быть, естественно, и свои собственные, родные, и, естественно, инфекции, которые мы могли бы, да, которые передаются половым путем, к таким инфекциям, которые передаются половым путем относятся, естественно, мы знаем сифилис, гонорея, ВИЧ, трихомониаз, но хламидиоз, герпес, нет, герпес, в принципе, это может быть и свой родной, и свой родной может быть, и в какой-то период времени он может разгуляться, но это бактериальная инфекция, это горнелирез, тоже очень часто встречающаяся сегодня, их множество, их очень множество, и то, что они лечение урогенитальных инфекций или инфекций, да, которые передаются половым путем, у нас четко одна и та же схема, это антибиотики, которые еще больше снижают иммунный статус, и болезнь не вылечивается, а загоняется в хронику, и если она, вся инфекция, все патогены вызывают воспалительные процессы, это может быть в яичниках, поэтому нам ставят диагноз аднексид, сначала это острое состояние, потом это переходит в хронику, хронический аднексид, это называется полечили, в кавычках, полечили, потому что хроника, это когда она в структуре, структура органа уже повреждена, в свое время, когда у нас медицина работала в триединстве, и у нас было такое направление, как реабилитация, вот именно это направление обязательно рекомендовалось против, после какого-то лечения химического, фармакологического, и именно это лечение давало возможность избежать вот этих последствий, и тогда аднексид не заканчивался хроническим аднексидом, потому что любая хроника, мы это все прекрасно знаем, начинает через какое-то время опять давать обострение, один, два, и постоянно, есть определенный переохладился обострение, даже по сезону, даже по времени года, если эта матка, это воспаление идет, это эндометрит, цервицид, это воспаление шейки матки, воденит, то есть это все те диагнозы, которые возникают вследствие разгулявшейся какой-то инфекции внутри, и опять-таки, чем лечат, антибиотиками, понимать надо, что природа сегодня нам дала огромное количество возможностей лечить эти болезни без осложнений и без нанесения организму огромного, огромного урона, потому что ослабление иммунитета не дает возможности собственному организму справиться с этой инфекцией, с внутренними патогенами, что мы можем предложить из наших продуктов, ну вот Еколи, это тоже, но это уже кишечная инфекция, и что мы можем предложить из наших дрожжей при лечении урогенитальных инфекций, ну это конечно наш универсальный антипаразитарный продукт МЭЛС, он действительно универсальный, потому что он прекрасно справляется и с бактериальной инфекцией, и если говорить об урогенитальной, то это горнолириоз, да, и с грибковой, это микозы, это кандидозы, это молочницы, вагениты, вызванные кандидой, это и токсоплазмозы, и хламидиозы, и, то есть все урогенитальные инфекции МЭЛС плюс ГРОУ, вот эти два продукта, они прекрасно будут работать на все урогенитальные инфекции, или те, которыми вы заразились, или те внутренние, которые разгулялись, потому что ослаблен, ослаблен иммунитет, но и опять-таки мы по группам крови, мы должны понимать, что у каждой группы крови есть свои враги, маленькие, невидимые, против которых наш иммунитет слабо протестует, он здоровый, но он слабо протестует, это и это есть, у каждой группы крови есть свои враги, если вторая группа крови, она хорошо справляется с гриппом, с вирусами гриппа, то вот первая, к сожалению, четвертая, не очень, тут иммунная система, слабый противовирусный идет иммунитет, но и этот, и тот продукт, МЭЛС и ГРО, то есть ГРО укрепляет иммунитет, то есть дает ему силы, укрепляет его ослабленный, а МЭЛС целенаправленно работает на нейтрализацию 250 паразитов и бактериальной, это и бактериальная инфекция, это грибковая инфекция, это и простейшие, это и гелеминты, то есть вот в чем и заключается его универсальность. И конечно ГРО это как элемент укрепления иммунитета. Отдельно я хочу сказать о вирус папиллом вирус человека ВПЧ и конечно я хочу сказать именно о онкогенных формах, их много, там 16-й самые такие распространенные, да, 16-й, 18-й, 34-й, 36-й, неважно, но что для нас это нам мы должны понимать, что это действительно риск рака шейки матки. Об этом уже сегодня очень много говорят и диагностируются ВПЧ онкогены, срочно принимать меры. И в моей практике очень хорошо себя показали вот Мелс и ГРО. 4 дрожжа Мелса в день, 4 ГРО в день, 3 месяца тест отрицательный. А принимать то меры надо. Надо не доверяться медицине традиционной, которая не лечит, а порекомендует вам сделать вакцину. А результат вакцинации мы сегодня с вами все прекрасно знаем. Поэтому используем природу, используем новые технологии, инновацию, и избавляемся от ВПЧ онкогенного. Вообще вирус папилломовирус даже не онкогенный. Он слишком истощает иммунитет. А онкогенный токсичный бактерии и вирусы они супертоксичны. И их токсины, которые они выделяют в наш организм, они повреждают эндотелий сосудов. И таким образом они будут провоцировать это риск тромбообразования, это риск атеросклеротических каких-то уже изменений в сосудах. Поэтому мы должны принимать меры обязательно. И чем раньше, тем лучше. Следующие заболевания, кандидоз, тоже очень актуально, очень распространено. И самое непонятное для меня то, что вообще кандиде, традиционная медицина, они не придают ей значения. Они молочница, ну так у всех молочница. Вы понимаете, как это страшно? Ведь это действительно очень опасный враг, очень опасный враг. И если с ним ничего не предпринимать для того, чтобы грибковая инфекция не распространялась внутри организма, но все это закончится очень плачевно. И оценивать даже по языку, по налету на языке. Белый налет рано утром все четкий показатель грибковой инфекции. Это может быть и конечно в органах репродуктивных, это может быть и в кишечнике, в глазах, на руках, на ногах, везде, в крови, то есть грибковая инфекция это действительно очень серьезный враг для нашего здоровья, для женского в первую очередь. Поэтому нельзя так несерьезно относиться к этому. И вот три продукта, которые я вам рекомендую, вы можете стопроцентно гарантированно избавиться, это Гроу Меллс Альт. Единственное время, время, потому что если хронический кандидоз достаточно уже длительное время, это пять-шесть месяцев, не меньше, не меньше, но с этим врагом надо обязательно серьезно бороться и ни в коем случае не давать ему завоевывать все больше и больше пространств в своем организме. Следующая проблема, которая часто очень есть у наших женщин, это мастопатия. Мастопатии бывают разные, я не буду на этом останавливаться, опять-таки нам важно узнать, где же пусковой крючок. Ну и конечно мы с вами уже знаем, что все-таки пусковой крючок находится в гипоталамо-гипофизарной системе. И вот чем я столкнулась за полтора года работы компании ЭПЛ именно в работе с дрожжем. Я столкнулась с тем, что когда женщина, мы познакомили ее с продуктом, то есть дали возможность ей самой выбрать. Понятно, что если у женщины есть проблемы по гинекологии или мастопатия, она просто говорит, да, я хочу женскую формулу и берет ее, покупает и принимает, но результата она не получает, потому что опять-таки причина мастопатии находится в голове. Поэтому мастопатию надо лечить брейном, брейном в первую очередь, потому что это гормонально зависимые опухоли. Фиброза, кистозная мастопатия это гормонально зависимая опухоль. Это связано как раз с нарушением выработки гормонов. Но есть еще, например, диффузная мастопатия. А вот диффузная мастопатия связана очень часто с тем, с лимфатическими лимфоузлами, с увеличенными лимфатическими узлами, подключичными и подмышечными. Потому что лимфатический узел, который увеличен, он пережимает сосуды венозные и нарушается отток. И таким образом появляется это причина диффузной мастопатии. Почему увеличиваются лимфатические узлы? Понятно, что значит есть инфекция, поэтому здесь мы подключаем МЭЛС обязательно. И, конечно, я здесь рекомендую лимфатический массаж жесткой натуральной щетиной щеткой. Обязательно нужен массаж, особенно вот эта область и МЭЛС, АЛЬТ, женская формула, брейн обязательно, вот тогда мы получим настоящий полноценный результат. А если мы только порекомендуем только женскую формулу для лечения мастопатии, вы уже понимаете, результата мы не получим. Потому что первая причина, опять-таки повторю, находится в голове у нас. Когда мы можем рекомендовать женскую формулу, например, одну, ну, вот только женскую формулу, ну, например, когда у девочки есть проблема с есть проблема с фертильностью, то есть есть проблема фрегидности, но опять-таки, опять-таки это не локальная причина яичника, причина опять-таки в голове, именно связана с гипоталамо-гипофизарной системой. Да, мы можем, то, с чем я столкнулась и у мужчин, и у женщин, когда они пьют только формулу без брейна, кратковременно идет результат, а затем все возвращается. Поэтому все, что связано с гормонами, обязательно возьмите, запомните это, все, что связано с гормонами, это брейн и, конечно, женская формула. А одну женскую формулу назначать при гормональном дисбалансе, при опухолях гормональных вообще лучше не надо, потому что, если есть миома, если есть фибромиома, мы дадим женскую формулу и все, мы не получим результата, а получим негатив. Ну, а если увеличены, конечно, лимфоузлы, обязательно нужно подключать МЭЛС, обязательно, потому что есть инфекция и нам, естественно, надо организм очистить от этой инфекции. Следующая категория гинекологических заболеваний это миомы или фибромиомы, то есть доброкачественные опухоли. опять-таки где причина в голове? Там же, там же, где и все остальные женские болезни. И это одна из наиболее распространенных доброкачественных опухолей женской половой сферы, которая возникает у 40% женщин репродуктивного возраста. И факторы риска, которые связаны с развитием миомы, это риск, вы все знаете, риск онкологии, конечно же. И ни в коем случае нельзя ждать, пока она вырастет до 12 недель. Потому что есть, конечно, такое состояние, когда уже ничего не поможет. только хирурги. Это слишком обильные кровотечения, которые приводят к тяжелейшим анемиям. Это, естественно, большой размер, более 12 недель. Быстрый рост, это показания к тому, что только к хирургу надо обращаться. наша задача не допустить этого. А ведь я вам только что перечислила все те факторы, которые ведут к этому. Когда можно было предупредить еще тогда, когда было нарушение в менструальном цикле. И это можно было предупредить, потому что все уже операции связанные с удалением, гистеректомия, это нарушение, мы позже говорим, когда удаляется матка, это уже крайняя ситуация. Страдание, психоэмоциональное состояние нарушается у женщин очень. Связано с каким-то периодом, большим периодом страданий, с кровотечениями, с анемией, с ухудшением состояния и так далее. Но ведь это всегда можно было предупредить. Что рекомендовать именно в этом случае? Brain Grow Alt. И вы тут не видите женской формулы, потому что именно при доброкачественных опухолях нам нужны эти продукты Brain Grow Alt. Это три продукта. Brain работает на восстановление гипоталамогипофизарной системы, Grow Alt работает именно на доброкачественное образование, гасит их, не дает им прогрессировать. Ну, так как у нас продукт идет системный, у нас очень много свойств у этого продукта замечательного, поэтому еще естественно мы получаем огромное количество таких нужных организму процессов, здоровья, потому что они все работают комплексно, то есть они имеют массу свойств, расширенную будем говорить, расширенную линейку положительного влияния на наш организм, поэтому помимо того, что мы будем устранять эту проблему, конечно, очень много других проблем со здоровьем постепенно, параллельно будет устраняться. еще очень самая распространенная среди множества эндокринологических заболеваний в сфере гинекологии одним из наиболее серьезных является поликистоз яичников и симптоматика тоже она ведь это тоже не сразу формируется длительные задержки месячные протекают болезненные нерегулярные ну вот когда надо реагировать когда только это начинается они уже запускают до того что там уже прям формируются гроздья гроздья и естественно изменяется структура тут очень тоже важно понимать на каком этапе на какой стадии потому что если процесс запущен там надо там только нужен хирург там нужен хирург тут главное не запустить это и как еще проявляться может например риск к поликистозу это конечно же набор веса изменение волосяного покрова тела так кстати как раз избыток тестостерона в женском организме это прямой путь к поликистозу прямой путь поэтому это надо не допускать а сегодня это реально предотвращать причинами возникновения являются естественно это нарушение работы гипоталамогипофизарной системы конечно же именно в процессе выработки гонодотропных гормонов ну и как бы еще добавляют что нарушение в работе иммунной системы то есть каким-то образом начинает включаться иммунитет агрессия как аутоиммунный процесс и сегодня чтобы вылечить да чтобы уйти и вылечить если есть уже эта проблема но не в запущенной стадии не в запущенной стадии основная задача женщины скорректировать гормональный фон таким образом чтобы восстановить нормальный уровень основных гормонов что нам для этого нужен нам нужен брейн нам нужен гроу и вот здесь мы можем подключить в небольшом количестве без фанатизма женскую формулу то есть одна-две драже в день но без фанатизма для того чтобы нам отрегулировать гормональный фон а вот брейн и гроу можно по 4 драже в день вот этим комплексом мы можем действительно бороться с такой проблемой как поликистоз яичников следующая такая категория это гистероктомия я решила все-таки ее закроить потому что очень много женщин которые пережили удаление матки и вот что делать как быть потому что ну понятно что удалили но есть осложнение какие осложнения возникают опять-таки есть осложнения которые требуют незамедлительного визита к врачу это сильные кровотечения это сепсисы то есть нагноение швов воспалительный процесс какие-то сильные увеличение паховых лимфатических узлов то есть вот эти все осложнения они требуют только незамедлительного визита к врачу. Но есть те осложнения, которые в принципе не требуют этого, но то, что мы имеем, это у женщин после гистероктомии, это недержание, недержание мочи, выпадение влагалища, хронические боли, связанные со спайками, да, спайки, хронические боли, образование свящей, вот эти есть осложнения, и как мы можем помочь таким женщинам, каким продуктам. И вот здесь, конечно, самым таким основным выступает слайд. Это наш продукт, который укрепляет соединительную ткань. То, что мы читаем, как компания позиционирует, почувствует радость движению, да, это наш опорно-двигательный аппарат, это наши суставы, это наши связки, фасции и так далее, но это еще продукт, который является уникальным продуктом для укрепления соединительной ткани, то, из чего мы с вами состоим, потому что стимулирует выработку собственного коллагена. И все птозы, недержания, которые связаны с ослаблением соединительной ткани, или это послеоперационные осложнения, или это возрастные, вот это все слайд, для того, чтобы укрепить связочный аппарат, мышечный, да, укрепить саму структуру органа, это делает все слайд. Для того, чтобы, плюс те же коллоидные рубцы, тоже слайд хорошо помогает, стоп, он помогает снизить боли, да, связанные, хронические боли, связанные со спаечным процессом. И если вдруг там где-то еще остался какой-то маленький участок воспалительный, стоп тоже очень хорошо поможет. Ну, а брейн в этой ситуации с женщинами, он им нужен как раз для того, чтобы откорректировать психоэмоциональное состояние. Потому что, опять-таки, если уже операция произошла, значит, идет очень серьезный сбой именно в работе гипоталама, гипофизарной системы. Но у нас же есть и другие эндокринные органы, потому что, как правило, мы видим, что женщины, у которых есть эта проблема, да, у них обязательно диагностируется диабет, обязательно диагностируется истощение надпочечников. Поэтому брейн как раз нужен для того, чтобы сохранить все эндокринные органы, которые еще остались, которые не убрали в организме. Следующий период жизни женщины – это климакс или менопауза. тоже очень важный для женщины период, очень важный. И вот тоже очень много ошибок мы делаем в этот период, очень много по незнанию, по непониманию своей физиологии. Мы совершаем очень много ошибок. И климакс, он рано или поздно наступает у каждой. У кого-то раньше, у кого-то позже. Норма, норма – это 51-55 лет. Это норма. А вот если в 40-45, да, есть наследственный фактор, который может действительно как бы на эту ситуацию влиять, но это всего лишь 10%. В основном опять-таки это связано с нарушением в работе гипоталамо-гипофизарной системы. порядка 70% женщин считают, что гормональные изменения происходят всего за пару лет. И это не так. Климакс может продолжаться 15 лет, и только потом организм может прекратить репродуктивную функцию полностью. то есть когда наши яичники совсем атрофируются, но на первой стадии климакса, то есть в период пременопаузы у женщины даже есть возможность забеременеть. Однако это не рекомендуется, потому что по статистике это чревато какими-то серьезными тяжелыми последствиями как для ребенка, так и для женщин. Так вот выделяют три стадии проявления климакса. Каждая из этих стадий проходит на протяжении от 5 до 10 лет в зависимости от состояния вашего организма и первоначального количества выделяемых гормонов. Это ключевое предложение. Первоначального количества выделяемых гормонов. И к этим стадиям мы относим пременопаузу, менопаузу и постменопаузу. И для каждой из них характерны свои определенные симптомы и свои определенные состояния. Но не всегда они себя выражают ярко. Не всегда. Поэтому давайте мы сейчас эти стадии разберем, потому что в основном у нас в компании как раз женщины именно этого периода жизни. И нам важно понимать, что надо делать, а что категорически делать не надо. И как с помощью нашего продукта, наших драже помочь себе при например проявлениях ярких той же именно этого периода. Потому что есть женщины, у которых эти периоды протекают очень болезненно. Вплоть до лечения психиатрических клиников. Поэтому мы вот сейчас разберем первый период. Это премиана пауза. Это первый период. И вот это то время, когда женщина теперь смотрим, это 45 лет. 45 лет. А так как сегодня климакс помолодел, как нам говорят, то это уже 40 лет. И вот в это время уже женщина должна усиленно проявить внимание к своему здоровью. Усиленное внимание. И в чем это заключается? это заключается в том, что надо принимать фитоэстроген. Нужно принимать то, что будет поддерживать работу гипоталамо-гипофизарной системы. То есть она должна заниматься активной профилактикой своего здоровья. Потому что то, чем может это закончиться уже здесь, в постменопаузе, это остеопороз, это болезни сердечно-сосудистой системы, та же энцефалопатия, связанная с нарушением кровоснабжения мозга. Это, естественно, состояние нервной системы, это неврозы, психозы, глубокие депрессии, вплоть до панических атак. Это все формируется, если не заняться профилактикой в период при менопаузе. Следующий период это менопауза. Ну, какие симптомы, в принципе, уже в этом периоде, они уже более яркие? Это приливы, это головные боли, выпадение волос, недержание мочи, сухость кожи, ломкость костей, психические расстройства. И увеличение массы тела. Но увеличение массы тела в период менопаузы никак не считается плохим симптомом. Если женщина поправляется в период менопаузы на 10-15 килограмм, это нормально, это физиологично, потому что жировая ткань берет на себя функцию синтеза эстрогенов. Нельзя быть худой в это время, ни в коем случае, потому что именно так, как вы выглядите, ваша внешность вот от этого будет зависеть. Поэтому ни в коем случае не старайтесь худеть, не надо этого категорически делать. именно в этот период, если вы поправились, это нормально, это, ну, на 10-15, конечно, не больше. Это физиологично, это нормально. И, конечно, самым ярким признаком менопаузы в этот период являются так называемые приливы. Некоторые женщины вообще их не ощущают, а некоторые достаточно серьезно и долго, и долговременно, к сожалению, они страдают от этого. И вот у нас есть замечательный наш продукт релакс, в состав которого входит пассифлора. Это тот продукт в Альурвеге, который уже больше 5 тысяч лет рекомендуют женщинам для того, чтобы помочь им устранить этот симптом, который их постоянно беспокоит. Пассифлора, она входит в наш продукт релакс. И почему нужен брейн здесь тоже? Потому что это реакция нервной системы, которая управляет теплообменом в организме. Поэтому если мы пьем релакс и брейн, мы этим женщинам очень быстро поможем справиться с приливами, потому что когда начинаются приливы, естественно, у женщин начинает учащаться сердцебиение, начинается какое-то давление ощущать голова и начинается страх, тревожность, вплоть до состояния панических атак. Поэтому релакс и брейн очень хорошо помогают смягчить эти все симптомы. ну и еще очень важный момент, да, если вот у вас прям картинка, я специально ее поставила, если вы вовремя не примете меры, то климакс приблизит вашу старость и сделает вашу жизнь невыносимой, быстрее, чем вы думаете. Вот это высказывание надо просто прям выписать и главное самой читать каждый день, да, и самое главное говорить. И когда принимать меры, когда, вот когда, в состоянии премена паузы, в этом состоянии надо уже принимать меры, чтобы потом не стала жизнь невыносимой, потому что начнутся кости болеть, давление скакать, панические атаки, тахикардия, все, все начнется. И страдания, каждый день страдания. Поэтому у нас наш продукт, который прекрасно поможет. И самое главное, да, профилактика. Ну и последний период, это постменопауза, это постменопауза, это период должен по норме у женщины наступать примерно в 55 лет, ну, длится около 6 лет до полной остановки яичников, ну, у нас сегодня у всех ранняя постменопауза наблюдается, ну, у 70% женщин. И что нам важно понимать, для чего нам нужно принимать продукт, чтобы не выглядеть как бабушка 70-летняя в 50 лет. Вот для чего нам нужен продукт. Мы должны регулярно принимать драже, надо обязательно заниматься спортом, хоть небольшим, хоть хотя бы утренней гимнастикой. Конечно, надо пересмотреть свой рацион питания обязательно. И для того, чтобы не допустить, ну, помимо того, что проблемы с костями, это остеопороз, то, что я все перечислила, еще и такая проблема, как птозы, когда начинаются опускаться органы, желудок, почки, птозы, веки, то, что мы видим. Вот это и есть результат быстрого старения, прогрессирующего старения. Зрение волосы, да, все, то есть женщина быстро превращается в старуху. И вот чтоб этого не допустить, нам надо использовать наши дрожжи и нашу замечательную косметику. Вот это для этого надо. И вот наш продукт, да, релакс, брейн, слайд, GTS подключать надо в период постменопаузы, потому что это, но кому, например, женщинам, у которых нет худеньким, им нужен GTS обязательно, потому что если нету жировой вот этой прослойки нужного количества, эстрогенов мало, гемодинамика нарушается, нарушается процесс движения крови, общая циркуляция нарушается, поэтому мерзнем, постоянно мерзнем, гипоксия, мозг не получает кислорода, поэтому всем худеньким женщинам в этот период GTS обязательно принимать надо, обязательно. Вот, ну и основные релакс, лайт брейн, и наша замечательная косметика для наружного использования, для того, чтобы мы могли прекрасно выглядеть, не стареть, и, конечно, быстро, прогрессивно быстро не становиться дряхлыми старушками. Что я еще хотела вам сказать? Обязательно, особенно это касается женщин репродуктивного возраста, ну и, в принципе, нас уже в постменопаузе тоже нас это касается, и это называется интимная гигиена. Это очень важно, это надо уже девочкам рассказывать, потому что от интимной гигиены в первую очередь зависит именно активация всей нашей инфекции, нашей внутренней, нашей родной. И я хочу сейчас как бы дать советы очень важные всем женщинам, потому что интимная гигиена играет огромное значение в деле женского здоровья. И первое, что 12 основных ошибок интимной гигиены. Кожа там не дышит, то есть белье, какое надо носить, белье нижнее, мы знаем, что оно должно быть хлопковое, конечно, чтобы проходил воздух, чтобы тело дышало. Именно и использование синтетики, использование тугой одежды, тугой, это тоже очень плохо сказывается на женском здоровье. И в первую очередь, естественно, на нашей, так сказать, урогенитальной системы, именно на воспалительный процесс. Вы мало ходите в туалет, сдерживание, кстати, это очень серьезная проблема, особенно даже у девочек, школы, туалеты, и девочка сдерживает, хочет в туалет, но не идет, сдерживает себя, да, и это очень серьезная проблема, которая может привести даже к пилонефриту, даже к пилонефриту, не только к циститу, но даже к пилонефриту, не говоря уже о вагенитах. Это очень важно, и об этом надо говорить, говорить уже девочкам, чтобы они понимали, что это приведет к серьезным, каким-то болезненным, болезненным процессом в организме. Дальше, или много в мокром купальнике, но это нам всем, естественно, а нам, кто в постменопаузе, обязательно, ни в коем случае нельзя, покупались, надо обязательно переодеваться, это я вам говорю на своем опыте, потому что в этом плане я уже пострадала и не раз, и когда я была молода, и, естественно, мой организм прекрасно справлялся, и я в мокром купальнике лежала и высыхала и дальше, но с возрастом сейчас, буквально это было в том году, когда я пошла в бассейн и в мокром купальнике, я просто поленилась переодеться, а был прохладненький ветерочек, и пошел процесс, серьезный процесс, у меня началось воспаление пилонефрит, поэтому нам в нашем обязательно вот в возрасте уже, да, даже уже после, ну, даже после 30 нужно обязательно переодеваться в сухой купальник, ни в коем случае нельзя ждать, что он высохнет под солнечными лучами, ни в коем случае, злоупотребляйте прокладками, тоже это сегодня бич, потому что женщины используют и на целый день, потому что как бы чувствуют себя в безопасности, они наносят огромный вред, даже больше вред, чем пользуют, потому что они создают благоприятную среду для размножения бактерий, вообще, я хочу сказать, прокладки, их нежелательно использовать, ежедневные прокладки, нежелательно, это уже доказано сегодня гигиенистами, просто нежелательно, особенно если женщина очень как бы склонна к постоянным каким-то воспалительным процессом, то ей вообще нужно о прокладках забыть, и поверьте мне, только перестает женщина пользоваться прокладками, как тут же исчезает тот же вагенит, молочница, она тут же исчезает, то есть перестает женщину беспокоить, а также прокладки могут вызывать еще и аллергические реакции, поэтому нужно постараться свести к минимуму употребление прокладок, слишком много моетесь, но это говорит именно о том употреблении гелий химических, если вода, то и часто, то она должна быть без моющих средств, но еще не забывайте очень важный момент, вода, хлор, очень токсичное вещество, и если нет насадок, которые фильтруют хлор, если их нет, то такая вода и частая, так сказать, частый душ дает возможность огромному количеству токсина, очень ядовитого хлора, попасть к вам во внутренние среды, через кожу, самый большой орган, поэтому тоже это очень плохо сказывается на именно на интимной гигиене. Слишком полагаетесь на салфетки для интимной гигиены, они все пропитаны отдушками, очень мало есть салфеток, которые действительно пропитаны какими-то натуральными экстрактами, поверьте мне, мы сегодня живем в мире имитаций, в мире подделок и в мире выгоды, продать, поэтому написать могут все, что угодно, но по факту в реальности в основном это все синтетические отдушки, поэтому естественно, если вы постоянно их используете, женщина, если их постоянно использует и очень часто ее однозначно будут ждать воспаление и вагинальные мискозы. Забывайте про правила спереди сзади. Очень важное правило, которое должны уже идти по стулу, это постулат, это постулат номер один, и уже маленьким девочкам надо об этом говорить, а именно, когда мы подмываемся и вытираемся, наши движения должны идти спереди назад, спереди назад, но никак не наоборот, потому что есть риск занести ту же кишечную инфекцию куда? К себе, в свою половую систему. И особая осторожность со стрингами. Стринги, они тоже могут способствовать и перенести задние бактерии в переднюю часть. Это тоже сегодня доказано. Дальше орошение, то есть тут имеется в виду орошение после приема туалета, поэтому желательно только орошение без моющих средств, просто орошение после каждого похода в туалет. Это очень важно и это очень хорошо для интимной гигиены. Ну, аккуратно с тампонами и прокладками, это вы уже поняли. Ну, и очень важно плохой рацион, да, это тоже важно, особенно это касается тех, кто предрасположен к молочницам, к вагенитам, поэтому здесь, конечно, надо полностью уменьшить в рационе употребление рафинированных сахаров, конечно, выпечки, потому что кандида, она любит трансжиры, она любит рафинированный сахар, и поэтому если идет такая предрасположенность и женщина мучается постоянно этим, она однозначно должна на какое-то время просто убрать из рациона эти продукты. И вообще, конечно, я рекомендую сегодня всем в период лечения, например, да, особенно это касается грибковых заболеваний, кандиды, на какой-то период приема драже все-таки еще и максимально убрать из рациона питания вот эти продукты. Тогда процесс пойдет быстрее, намного быстрее. И когда ко мне приходят девочки с такими проблемами, я тоже им задаю вопрос, вы пользуетесь ежедневными прокладками? И как часто? То есть это как только прекращается пользование прокладками, даже без корректировки рациона питания очень быстро идет динамика, очень быстро. Поэтому возьмите все это на вооружение, дорогие женщины. Наше здоровье, это конечно для нас важно, это важно для нашей семьи, потому что женщины в семье это основа здоровья в доме. И наше здоровье, оно будет напрямую отражаться вообще на погоду в доме, на взаимоотношения, на вообще на всю ситуацию в семье. И поэтому нам важно быть здоровыми и помогать другим быть здоровыми. Возьмите эту информацию на вооружение, я вам всем желаю, чтобы если у вас есть какие-то проблемы женские, с помощью наших дрожжей, вы полностью от них избавились, и я вам всем желаю даже в 90 лет выглядеть на 50. У нас есть возможность так выглядеть. И я смотрю сейчас на наших женщин, я вчера смотрела выступление Майи Трофимович, и я просто смотрела, боже мой, что делает наш продукт с нашими женщинами. Они просто молодеют на глазах, они трансформируются, преобразовываются, они становятся краше, красивее, поэтому у нас сегодня действительно есть просто потрясающий продукт, который и изнутри нам помогает молодеть, но точно так же и для внешней красоты у нас есть продукт. Для лечения в какое время принимать брейн и гроу? Два утром, два вечера то же самое гроу. Можете гроу принимать днем, потому что время иммунитета днем, но если в принципе нет возможности, то тогда в любое время принимайте какую вам комфортно. Вы должны не забывать, у нас есть лечебная дозировка, у нас есть профилактическая дозировка, это два дрожжи в день, у нас есть лечебная дозировка, это четыре дрожжи в день, это хроника, то есть когда у вас стоит диагноз, это хроника, хронические болезни, это четыре дрожжи в день, если это деструктивный процесс, процесс разрушения идет, это остеохондрозы, протрузии, грыжи, тромбофлебиты, идет разрушение ткани, это до шести дрожжей в день, онкология, это от шести до восьми дрожжей в день, то есть в зависимости, в какой форме ваша болезнь сегодня присутствует в вашем организме. Все, я вас с вами прощаюсь, до следующей встречи, берите на вооружение, я думаю, это очень многим поможет. Если есть вопросы, я еще могу, да, в чате можете написать, потому что у нас много будет шум, если нет, пишите мне в чат мировая команда, я стараюсь очень быстро писать ответы и таким образом помогать. Все, будьте здоровы и до следующих встреч. Спасибо большое. Спасибо огромное, Ирина. Очень хорошая была лекция, очень понравилась. Огромное спасибо, Ирочка, спасибо. Всем пока-пока. Спасибо, спасибо. Огромное спасибо. Благодарю. Шикарно.